Как прожить свою яркую жизнь, когда все вокруг знают, как тебе лучше? Значит, всем привет! Я решила сделать такой, знаете, эфир. Ну, во-первых, я сегодня писала, что я его сделаю раньше, потом выключился свет. В общем, завтра я не знаю, что будет, каковы, да? Ждём ли мы ракеты, самолёты, какие у нас там планы, вода, сахар, мука. Поэтому я решила, что, ну, на крайняк интернет как-нибудь найдёте, а видео сможете посмотреть. Потому что, знаете, несмотря ни на что, я продолжаю жить. Вот этот приятный комментарий. Кльово хотела почути что-то разумное сегодня. Оце сегодня что-то разумное и почуемо. Можливо, я как-то начну спілкуваться с украинской мовой, навіть. Но когда мне очень сердечко крается, я начинаю говорить о украинской. Окей, пока говорим, как говорим, я думаю, что мы все друг друга прекрасно понимаем. Значит, сегодня я хочу затронуть тему, как прожить свою яркую жизнь, когда все вокруг знают, как тебе лучше. Несмотря на то, что я считаю, что моя аудитория, на кого я ориентируюсь, это люди весьма самодостаточные, люди, которые отвечают сами за свою жизнь, стремятся это делать. Но, тем не менее, мы зависимы от массового мнения, и наступают такие периоды жизни, когда ты реально ищешь поддержки в других людях, когда ты начинаешь вдруг переживать о том, что они ведут себя не так, как ты ждёшь. Особенно вот эта просматривается история. Я бы никогда так не сделала. Как этот человек так может? Как она так может? Почему? Значит, я бы никогда так не поступила. У меня, например, такие истории часто я себя ловила на фразах по отношению к мужу. Почему? Я бы никогда так не сделала, как он. К некоторым друзьям, к прекрасным людям, коллегам каким-то. То есть, когда у нас вот это включается, два момента. Первое, мы пытаемся типа сказать, что ну я бы себя так не повела, почему они себя так ведут, да, и второе, это когда люди, которых мы, в принципе, может быть, даже любим, но не всегда, начинают нам рассказывать, как нам быть. То есть, когда кто-то совершенно таким, как это, знаете, с добрыми побуждениями, да, как всегда говорят, я же желаю тебе всего самого лучшего, засовываются в твою жизнь и начинают тебе, значит, рассказывать, что ты неправильно делаешь, как у тебя всё не так, как тебе нужно поступить. Значит, из смешного я тоже была такой подружкой. Вот, какое-то время, боже мой, может быть, я думаю, я и сейчас и остаюсь. Но, тем не менее, я была какое-то время такой подружкой, которая тоже очень сильно любила раздавать советы. После я сделала, когда произошла у меня реорганизация самой себя, да, как бы я пришла к выводу, что советы я теперь раздаю только за деньги, потому что деньги – это подтверждение того, что этому человеку реально нужен мой совет, да. Вот, и это правильная история. То есть, если меня не спрашивают, не хрен лезть. Но для огромного количества людей большая-большая проблема, потому что, ну, то есть проблема в том, что человек как бы нуждается в поддержке, и он очень часто получает какую-то не такую поддержку, и это ещё больше его расфокусирует, да. То есть ты вообще тупо не понимаешь, что тебе делать, потому что ты ожидал одну поддержку, получил другую, и вот ты стоишь и вроде как будто бы понимаешь, что это твоя жизнь, тебе принимать какие-то решения, тебе её выбирать. С другой стороны, мать твою, так хочется, чтобы кто-то взял на ручки и всё решил за тебя. Так хочется, чтобы как-то это всё рассеялось, и я просто была девочкой, да. Ну вот это такая наша как бы позиция-позиция. Поэтому я сегодня собрала несколько классных таких формулировок, я их даже, ребята, это практически, ну, не знаю, почти так никогда не бывает, я их даже записала. То есть обычно я вот этот человек, у которого фонтанирует всё изнутри, который как будто бы подключается к зарядной станции, его рот начинает говорить какие-то слова, и я такая со стороны смотрю и думаю, что же там эта Оля сегодня-то расскажет. Но сегодня я подготовилась, я взяла несколько ключевых, очень мощных классных фраз, которые я собирала, подсматривала, вот, они мне откликались, и они, наверное, формируют лучше всего вот эту историю про то, каким образом суметь с одной стороны проживать свою жизнь, с другой стороны, ну, типа, не потерять своё окружение, да, ведь окружение-то не всегда про что-то плохое, да, это ещё бывает и про хорошее. Вот как во всей этой хрени быть? И самое главное, как научиться принимать вот этих людей, которых ты отказаться не можешь, ну, потому что, знаете, если мы будем так с людьми очень жёстко, да, ты мне не подходишь в утиль. Один недавно мой близкий человек мне сказал, как ты можешь так людей выбрасывать в мусорник? Я говорю ему, в смысле в мусорник? Я никого не выбрасываю. Он мне говорит, но когда что-то так, как тебе не нужно, ты сразу же говоришь, все вышли, все свободны, или так, или никак. И я подумала, ну, для меня это отстаивание моих личных рамок, а для него со стороны это выбрасывание людей в утиль. То есть каждое мнение имеет место быть, и наша задача научиться понимать, что не существует, правильно или неправильно, хорошо или плохо. Хочу, чтобы вы сейчас вот эту фразу услышали. Я только что хотела сказать придумала, нет, я её озвучила. Не бывает никаких правильно-неправильно, это вам не школа, нету никакого решебника с ответами. То есть каждая история, вот вы должны понимать, что каждый человек, каждая ситуация имеет, ну, сейчас вам такое скажу что-то умное, оно не так звучит, но типа уникальный набор хромосом, вот уникальный набор энергетической всякой штуки, фигнюшек, то есть вот уникальный. И, например, вот знаете, как в отношениях, например, мы говорим, этот мужик хреновый, но, например, он со мной так проявляется, а с другой женщиной он проявляется иначе. Это как кофточка. Боже, я опять сравниваю мужчину с кофточкой, которая вот на тебе, она сидит плохо, а на девчонке рядом сидит офигенно. Вы, кстати, заметили, что, например, такие достаточно невзрачные вещи рекламируют девочки все с большой грудью силиконовой, с тонкой талией, да, очень часто без ребер, с жопой. То есть берется такая уникальная история, и на нее надеваются вещи, например, там из китайского ширпотреба, и красиво это фотографируется. И в результате вы смотрите на совершенно жуткую вещь, и за счет вот этого вот силуэта вам она кажется прикольной. Но когда она приходит без вот этого красивой обработки, и вы ее сажаете на себя, простите, не на такое тело, на тело человека, да, который там себя не подрезал, еще и не накачал. И часто идет разочарование. Вот точно так же и в жизни происходит, что каждый, вот соединяясь одно с другим, в каждом разном случае будет разная реакция. Еще из простых примеров, если дать один и тот же набор продуктов разным людям, да, и сказать приготовьте сырники, у каждого будут разные сырники. То есть это надо априори понимать. Поэтому не существует никаких хорошо или плохо, не существует никаких правильно и неправильно. Каждый раз это уникальная история, исключительно про вас. И опираться нужно больше всего не головой, а ощущениями, через ощущениями. Перед тем, как перейти к теме, я хочу все-таки сказать про насущное. Значит, сегодня одна моя подруга прислала мне ссылку на одного суперкрутого тренера по личным отношениям. Она проходит у него тренинг, и она говорит мне, я говорю, сколько стоит у него тренинг? Ну, я же, знаете, как человек из сферы. Она говорит, 500 долларов в 6 недель. Он учит, как строить отношения с женщинами. И я говорю, а сколько человек в группе? Она говорит, ну, где-то больше 200. Ну, я, конечно, математически сложила, вычла и подумала, ах ты геть. И говорю, да, я посмотрю на него, ну, просто мне интересно. И когда я зашла, я посмотрела его видео на YouTube, которое называлось приблизительно, как получить папика, да, ну, то есть, как стать, не знаю, там, содержанкой. И в речи присутствовало, значит, что если сначала на сильно крутого мужика, не замахивайтесь, возьмите среднестатистического. Он русский, видимо, потому что он в рублях говорил, значит, что если у вас нету пока месячного содержания от папика, значит, там, 250-300 тысяч рублей, пока, значит, остановитесь на чем-то другом. Я открыла широко глаза и подумала, господи, боже мой, и это в этом мире происходит. И судя по тому, какое количество людей интересуется девочек этим, меня, конечно, немножко переколбаснуло, да, от вот этого всего мира ценностей и ещё чего-то, но опять-таки то, что не подходит мне, совершенно не означает, что не подходит другим. И судя по всему, дела у чувака этого классно, вот, и как бы и огромное количество девочек к моему горчайшему сожалению, вместо того, чтобы развивать свой собственный мозг, учиться зарабатывать, быть счастливой, самодостаточной, любимой, даже не то, что зарабатывать, просто быть собой, девочки стремятся стать содержанками, да, и как бы, и он там такую сказал фразу, что, ну, там, среднестатистический должен всё время думать о тебе, ты должна дойти до такого уровня, чтобы он хотел только тебя, поэтому, ну, там, хуй ему подсоси правильно, и я вообще просто, мамочки, на этом слове подсосать хуй правильно, и я подумала, господи, боже мой, ну, в общем, мне бы не хотелось, чтобы мои дочери проходили и даже интересовались такими тренингами. А теперь давайте возвращаться в свою жизнь, да, вот я только что зашла и внесла коррективы, да, рассказала всем, как правильно или неправильно у каждого своё, у каждого своё. Поэтому давайте сфокусируемся на своей жизни и начнём с первого, фраза, которая мне прям так очень порвала. Нет, у него не гнилые фурады, вы должны понимать, что на каждый товар есть свой покупатель, и он сделал этот инфобизнес под запрос, потому что огромное количество женщин, к сожалению или к счастью, это у каждого по-своему, они видят свою жизнь счастливую именно такой, да, то есть у каждого есть своя история, и вот судить – это самое дурацкое. Поэтому давайте начнём с первого. Всё, можете записывать, можете думать, можете слушать, всё имеет право на существование в этом мире, всё, но не обязательно это всё должно находиться рядом со мной или в моей жизни. Вот мы должны с вами это понять, что в мире имеет место быть разным людям, разным профессиям, разным взглядом. С вами кто-то может быть не согласен, ваши близкие могут быть не согласны с вашей жизнью, с вашим выбором, с принятием решений, которые вы принимаете, но всё в этой жизни не надо выбрасывать в утиль или критиковать, или осуждать. Вот такие тренинги, такие мужчины и такие женщины, о которых я только что упомянула, имеют право быть, но просто не рядом со мной. Точно так же, как расходясь, например, в отношениях, я принимаю, что могут быть, ну, например, по каким-то причинам, я принимаю, что могут быть такие отношения, я принимаю, что мужчина может относиться к своей женщине не так, как бы мне хотелось, но и кому-то это даже нравится. Я принимаю, что есть женщины-содержанки, что есть женщины, которые не хотят работать, что есть женщины, которые, короче, я принимаю всех, или мужчины, которые не хотят работать, а хотят быть содержанцами. Я принимаю в этом мире всё, но это не означает, что я хочу, чтобы это было в моей жизни. Это не означает, что я буду общаться с такими людьми. Когда рядом с вами появляются какие-то люди, ситуации, вот там ваши друзья условные или просто знакомые, и они проповедуют какое-то своё мнение, свои взгляды или рассказывают вам, как вам надо, вы должны вместо того, чтобы с ними спорить, а любой спор — это отдача энергии, вместо того, чтобы заниматься перевоспитанием, переубеждением или там переубеждать своего парня или мужчину, что он неправ, вы должны принять, что он это тоже может быть, и может быть он прав, но в вашей жизни, в вашей реальности вы не хотите этого, поэтому вашего человека в этой жизни, просто в вашей жизни просто не будет. И это очень круто. Точно так же, как взаимоотношения на работе. Например, ваш начальник может вам говорить, так как я когда-то говорила своим подчинённым, что там, ты будешь у меня пахать, ты думаешь, что деньги легко достаются, я нифига тебе бесплатно там не заплачу, ты должен отрабатывать. Для кого-то этот подход работает, но есть люди, которые говорят, ну я не хочу, чтобы со мной так разговаривали, но я не хочу, я хочу работать по любви, в других отношениях, и я найду себе такое, потому что помимо всего мы с вами находимся в пространстве вариантов, и в жизни есть всё. Вы найдёте себе любого партнёра, которого вы себе сможете придумать. Придумайте, что все мужики козлы, вы будете находить козлу. Придумайте, что все женщины вокруг содержанки, будете видеть только содержанок. Ваш мозг, ваша ретикулярно активирующая система, это такой пучок нервных окончаний, он будет всегда как фильтр подбирать вам то, какой слайд вы в него заложите. Вот вы заложите какую-то программу, и вы будете это видеть. Гораздо проще принять, что в жизни есть всё, вообще всё. Даже то, что сейчас вам не налазит на голову. Просто в ваших возможностях пускать это в свою жизнь или нет. Поэтому, когда ваша мама, например, говорит, вот там ты такая-сякая, ты неправильно живёшь, ты говоришь, мам, я принимаю твое мнение, но я не хочу с ним жить. Поэтому либо ты оставляешь его при себе и не декларируешь его мне, не проговариваешь, либо прости, я буду с тобой общаться на Новый год, на День рождения, потому что больше мне не хватит, потому что, мам, это моя жизнь, ты мне её дала, подарила, так, возможно, я буду сама ей распоряжаться и не давать тебе возможность от бешенства или от твоего какого-то недоработки портить мою, у тебя есть твоя собственная. Вот ты с ней делай всё, что ты хочешь. Это очень крутое правило. Точно так же, как мужчина, который говорит, я исправлюсь, я хочу быть таким, ты не права, ты такая, ты никогда не найдёшь себе другого, там, женщина не должна так себя вести, ты никому не нужна, ты ему говоришь, дорогой, ты имеешь право на своё мнение, но я имею право тебя с твоим мнением удалить из своей жизни, потому что я не хочу думать о себе так, я не хочу, чтобы рядом со мной был мужчина, который думал так обо мне, я не хочу, и я имею право тебя удалить, не менять твоё мнение, не пытаться заставить тебя стать другим, не пытаться что-то кому-то доказать, объяснить, как очень многие из нас делают, я докажу, зачем, кому и что вы будете доказывать, для чего, живите своей жизнью. Те, кто сейчас, вот сегодня, например, я переписывалась там с девушкой по личному коучингу, и она, увидев стоимость работы со мной, говорит, вы знаете, что за месяц вашей работы можно кормить ребёнка там в нашей стране, три месяца, ну, что-то такое мне начала писать, но я не стала ей писать, что за такую стоимость, например, некоторые люди вечером даже не ужинают, потому что для них это маленькая сумма. Всё очень-очень относительно в этом мире, и вопрос не про доказательства, кто прав или кто виноват, вопрос про то, подходит мне это или нет, не про то, хорош я или нет, нет, мне это сейчас подходит или нет. Я допускаю точно так же, как, например, Энтони Робинс берёт за коучинг миллион долларов за работу со своим учеником. Я допускаю, что есть такие цены. Я пока, к сожалению, не могу такую стоимость, например, заплатить как миллион долларов, но, например, за коучинг отдать 10 или 20 тысяч долларов, я отдам, если я понимаю, что я заработаю с этим человеком 200, потому что я смотрю на это как на бизнес. Я понимаю прекрасно, что это бизнес, как и реклама, например, говорят, ой, у блогера стоит реклама 10 тысяч или 20 тысяч или 30, но это же тоже математика. Я понимаю, что я за 30 тысяч гривен покупаю, например, 3 тысячи заявок, из которых тысяча потенциальных клиентов, из которых там 100 я продаю, и я окупаю это в 3 раза. То есть, понимаете, во всём есть ум и математика, и когда вы не умеете этого делать, это не означает, что весь мир сошёл с ума, и блогеры просто продают дорого свою рекламу. Это означает, что вы не предприниматель, что просто это не ваше место. Ваше место сейчас другое. Начнёте расти и развиваться, вырастите тоже в другое. Понимаете? Поэтому ещё раз, всё имеет право на существование, но не обязательно оно имеет право быть рядом со мной в моей жизни. Да, право имеет, но не рядом со мной. Если это понятно, поставьте, пожалуйста, сердечки и напишите, кому понятно, чтобы я вообще видела, кто меня слушает, потому что вижу, что только кто-то присоединяется, отсоединяется. вторая формулировка, которая мне очень нравится. Если другие люди в диалогах, в общении с вами не соглашаются, это абсолютно не означает, что вы не правы. Я очень часто сталкиваюсь с людьми, которые... Звук исчез. Здравствуйте. У всех ещё звук или только у... Не знаю, Татьяны. Слышите меня? Так, вроде бы пишите, что слышите. Может быть, у одного человека. Значит, если кто-то с вами не соглашается, это совершенно не означает, что вы не правы. Очень у многих людей, когда им говорят о том, что там, а я с тобой не согласен, они тут же пытаются менять своё мнение. Вот подумайте про себя. То есть тут же пытаешься изменить своё мнение. Ну, если ты не согласен, вам выражает свой фидбэк только один человек. Вот, например, сегодня одна девушка, пока что одна, написала мне, ой, как это дорого для меня, там, знаете ли вы про какие-то цены. Это же не повод теперь мне упасть в обморок и сказать, господи, как дорого. Нет, это просто означает, что этой девочке это не подходит. То, что кто-то со мной не соглашается, это не про то, что я делаю что-то не так. Это про то, что другой человек имеет другие взгляды, другие ценности, он попросту другой. Поэтому никогда не переживайте и не волнуйтесь, если вы сталкиваетесь с тем, что кто-то вас критикует. Это может быть в бизнесе, когда вам говорят, ого, какая у вас цена, или да у тебя это никто не купит, да это вообще никому не нужно. Это всего лишь мнение одного человека. И если бы люди, которые, как я говорю, правят балом и миром, развивают этот, ну, каждый там свой рынок, если бы эти люди опирались только на тех, кто говорит, что ничего не надо, никуда не лезть, то мы бы с вами жили совершенно в другом мире. Миром как раз и двигают люди, которые фантазёры, выдумщики, авантюристы, вот мне нравится это слово, авантюристы, которые что-то придумывают, которые несут что-то, которые делают несмотря ни на что. И когда все вокруг говорят, ты ненормальный, ну, вот у меня, например, сейчас есть там знакомые, которые в шоке, просто в шоке от цифр, которые я даже не то, чтобы там зарабатываю, они этого не знают, ну, могут видеть там, например, в день какое-то количество платежей, которые ко мне приходят там, или там какие-то выписки, и они в шоке. Ты правда не ходишь на работу и зарабатываешь такие деньги? Я говорю, ну, я как бы не хожу на работу, я живу со своей работой, смотри, я с ней засыпаю, просыпаюсь с этой работой, у меня нету как бы выходных, у меня жизнь вся состоит из этого. Но люди не понимают, или, например, там одна моя знакомая говорит, тебе правда такие деньги платят за консультации, просто за то, чтобы ты поговорила с кем-то? Я говорю, ну, подожди, ну, что значит просто, чтобы я с кем-то поговорила? Это как сказать врачу, что ему платят за то, что он просто выписал три лекарства. Но для того, чтобы я могла поговорить, мне нужен богатый бэкграунд, опыт, мне нужна аудитория, мне нужно доверие с этой аудиторией. Это же все нарабатывается не просто так, я же не просто пристала к кому-то на улице, и мне человек просто дал деньги. Это же выстроенное большое количество разных процессов, как-то в хороший ресторан, чтобы люди пришли, тоже нужно пройти какой-то большой путь. Поэтому запомните, что если человек какой-то с вами не соглашается, или он там в шоке от чего-то, считает, что вы не прав, это не значит, что не правы вы, что с вами что-то не так. Это просто означает то, что этот человек имеет другое мнение. А мы с вами, исходя из первого пункта, помним, что все имеет право на существование в этой жизни, просто не факт, что в моей. Я просто могу не выбирать такое. Следующий немаловажный факт. Очень часто мы говорим такую сейчас формулировку про быть собой. Будь собой, найди себя, полюби себя, встреть себя. И вот я очень часто проговариваю такую фразу, как эгоизм. И многие нас в детстве нам слово эгоист это как какое-то ругательство. Ты эгоист, ты думаешь только о самом себе. Кстати, у нас с этим большая проблема, потому что мы зачастую думаем о том, как понравиться другим, удовлетворить других, сделать что-то для других, что о нас подумают, что о нас скажут, причем очень часто даже незнакомые люди. А вот про себя мы как раз думать не умеем. Для меня эгоизм это когда я думаю о том, чтобы мне было хорошо. И для меня, например, мне хорошо это когда, например, мои дети живут в хорошем доме, когда я могу покупать вкусную еду, когда я могу делать какой-то комфорт, когда, например, мои дети могут тренироваться, заниматься, развиваться, когда я могу покупать хорошую одежду. То есть для меня эгоизм это такая очень большая история. Мне хорошо, когда хорошо людям вокруг меня моим самым близким. И когда вообще я себя комфортно ощущаю, у меня есть бизнес, мои сотрудники работают. То есть, понимаете, эгоизм для меня это про это, вот про это. Не про то, что просто дай мне конфету и мне наплевать, что с тобой будет. Так вот, быть собой, это не означает наплевать на других, вот вообще не означает. Это означает быть чутким по отношению к себе. Для меня это означает прислушиваться к себе, спрашивать себя, чего я хочу, хорошо ли мне сейчас в этих отношениях, с этим бизнесом, в этом городе, в этом месте, в этом доме, с этими мыслями, с этим внешним видом. Вот, когда я смотрю и понимаю, что это не мое тело, я хочу его улучшить. Когда я понимаю, что те деньги, которые я зарабатываю, это не те деньги, которые бы мне хотелось. Быть собой, это означает задавать себе вопросы, быть чуткой к себе, прислушиваться к себе. Не слушать других людей, которые говорят мне постоянно о том, что да расслабься, да сейчас война, да это дорого, да это не для тебя, да хотят тебя тут обмануть. Нет, быть собой, это значит себя слышать, все отодвинуть на другой, какие-то на другие дистанции и прислушаться к себе, спросить себя, я чего хочу. Быть собой, это часто про расхождение с другими людьми, которые тебя делают не собой, рядом с которыми тебе плохо. Ты не можешь быть собой, потому что ты, например, чуткий и нежный, но рядом с другими людьми ты превращаешься в какого-то вечно защищающегося человека, вечно обозленного, или в какую-то жертву, которая что-то плачет и ноет. Быть собой, это уметь прислушаться к себе, быть чуткой к себе. Вот я хочу, чтобы вы это понимали, потому что все время вот эта история, ты должна быть хорошей девочкой, на мальчиках транслируется точно так же, она нас очень не туда сильно завела. Многие мамы сейчас продолжают, ты должна быть, вот ты должна быть. Я, например, с твоей малой, у меня сейчас начался подростковый период, возраст, рада начался, 11 лет, я уже с этим столкнулась. И непростой период, потому что начинаются такие штуки, да, к которым ты не готов. Я же считаю, как всегда, что я типа классная мама, и типа у меня таких проблем не будет, а они начинают возникать. И я очень много с ней разговариваю. Например, когда я говорю Алисе фразу, мне надо с тобой поговорить, она мне спрашивает, ты меня сейчас бить будешь? Я ей говорю, или наказывать, я ей говорю, малышка, давай с тобой вспомним случай, когда я тебя била или наказывала. Ну просто давай, к чему эта фраза? Понимаете, клише, которое пришло от каких-то других людей. Вот я сейчас с ней сижу и разговариваю на всякие разные темы, на всевозможные. И наперёд ей всё время закидываю. Я ей говорю, Алиса, ты должна знать, например, что ты можешь говорить со мной на любые темы, пожалуйста. На тему уже я слышала айкосы, сигареты, секса. И сижу в 11 лет, об этом говорю ей вслух. На темы обмана, на темы, я не знаю, каких-то там уже начинается какая-то месть каким-то подружкам, сговоры какие-то. Я же сижу, думаю, что это всё не про моего ребёнка, он же не такой. Но я понимаю, что всё имеет место быть. А вот я ей говорю, я тебя ни за что не буду ругать. Я хочу, чтобы ты знала, что я это место, скоток, где ты можешь выговориться, где ты можешь получить какой-то ответ. Я не могу у тебя выпихнуть изо рта айкос, если тебе захочется курить. Я не смогу выпихнуть из тебя парня, если тебе захочется с ним спать. Но я тебя очень прошу, если ты захочешь с ним спать, приди и будешь спать дома. Вот, я тебе помогу курить. Если для тебя это будет принципиально, окей, я тебя посажу на кухню и будешь курить. Но давай как бы это всё делать вместе, проговаривая, не стесняясь. И пожалуйста, если у твоих подружек нет такой мамы, пожалуйста, приводи их тоже сюда. Вот это налаживание контакта, помочь своему ребёнку не стать похожим на кого-то, скопировать кого-то, потому что это модно или взрослому, а помочь ему самому себя понять, осознать. Вот это очень тоже важный момент. Нам этого не помогали делать, мы все стремились быть хорошими девочками, в результате чёрт и шо получилось, да. Мы сами запутались, где-то стали плохими девочками, где-то по-прежнему умеем только служить другим, не знаем, чего мы хотим. И во взрослой жизни долго с этим разбираемся. Дальше. В жизни каждого из нас должны быть ролевые модели. Помните, я часто вам говорю о том, что подберите себе окружение новое, такое, которое будет вас сформировать. Потому что для того, чтобы прожить яркую жизнь, вас должны окружать яркие люди. Ну и, соответственно, многие задают мне этот логичный вопрос, где мне взять это окружение, кто будет со мной дружить, да. Мои друзья какие-то немножко мне не нравятся, особенно, когда приходят ко мне там на рерайтер жизни, да, на марафоны. Люди начинают очень быстро меняться, и у них начинает проявляться плёночка. Они видят, что они находятся в окружении каких-то очень странных людей, с которыми им больше неинтересно. Где же взять нормальных людей? Ну, главный секрет, конечно, заключается в том, что надо немножко подождать, и они появятся. Но изначально я, например, даю такую рекомендацию людям создать себе онлайн кумира. Нет, кумира – плохое слово. Ну, короче, онлайн друзей. То есть не обязательно, чтобы эти друзья знали вас, по крайней мере, пока что. Но вы, например, свою сеть социальную, вы можете загрузить себе тех людей, с которыми бы вы хотели дружить, да, и утром говорить, о, привет, пьёшку сегодня кофе, на тренировку поехала. Супер, я пойду на тренировку. А ты где сегодня? О, ты сегодня поехала отдыхать там куда-то классно, я тоже собираюсь. Вот, а что там у тебя, какие новости? О, какой классный пост ты написала, давай с тобой на эту тему поговорим, да. То есть как бы мы можем захламить свою ленту чёрти кем, а можем создать себе классное окружение. И таким образом даже с утра мы будем загружать свой мозг какими-то умными вещами, умными постами, умной пищей для ума, да, и как бы мотивирующими историями. О, Маша, Катя и Оля занимаются спортом, я сейчас тоже займусь, что там ещё. У этих тоже отключили воду, о, они придумали такое решение, значит, и я справлюсь. Так вот, в жизни должны быть такие ролевые модели, но очень сильно стремитесь, чтобы потихоньку в вашу жизнь просачивались и реальные люди. Они не всегда должны быть супер, каким-то мега, просто обращайте внимание на кто, кто вас окружает, это вы можете увидеть среди своих коллег, среди своих соседей, среди своих знакомых каких-то, людей, которые делают что-то, что вам бы тоже хотелось сделать. Классно, когда вас будут окружать и в реальной жизни ролевые модели, то есть, например, Маша спортсменка, которая бегает там, даже, может быть, вы её не знаете, но вы с ней пришли и познакомились, и стали вместе бегать или вместе заниматься спортом в каком-то зале. То есть, это очень-очень классная штука, когда вы начинаете в реальной жизни потихоньку также проявлять себе этих людей. То есть, изначально вы их можете создать в онлайне и затем проявлять их в реале. Вот у меня сейчас я очень много провожу, опять-таки, личных консультаций, и большое количество девочек, которыми я встречаюсь, начинают со слов, «Оль, да я пришла не столько консультироваться, а хотела лично познакомиться, всегда мечтала». И это очень прикольно, потому что я понимаю, что человек таким образом проявляет себе как бы реальную подружку, да, потому что в любом случае мы два часа общаемся, мы знакомимся ближе, да, потом обязательно девочки чаще всего что-то потом пишут, присылают, то есть, уже начинается какой-то коннектинг. Таким образом, я из их виртуальной подружки превращаюсь уже в какого-то реального человека в их жизни, да, с которым можно там поговорить, законнектиться и так далее. Вот стремитесь проявлять себе реальных людей в жизни. Это важно, чтобы они были в вашем окружении. Дальше. Такая формулировка, без которой невозможно прожить свою яркую жизнь, это наши внутренние опоры. Наши внутренние опоры. Что такое вообще эти внутренние опоры? Ну, то есть, вот знаете, когда мы говорим про то, что я не знаю, как пережить эту ситуацию, я не знаю, как мне поменять работу, я не знаю, как мне начать строить бизнес, я не знаю, как мне построить свою личную жизнь без мужчины, я всё время нахожу себе, например, мужиков, ну, такое часто бывает, девчонки говорят, но всё время не тех. А нахожу не тех, потому что одни отношения заканчиваются, и я ощущаю прям потребность быстро впрыгнуть в другие, только чтобы не быть самой. И вот это означает лишь одно, что у нас внутри нету никаких собственных опор. Мы всё время ищем кого-то или что-то, на что опереться, потому что нам очень страшно остаться с собой. Это как? Так вот, внутренние опоры, запомните или запишите, это ценности, которые у вас есть, как у человека, вот ваши личные ценности, что, на чём всё держится, что ваши ценности. Вот, например, для меня моей ценностью является моё личное саморазвитие. Это означает, что, если вернёмся к началу эфира, если меня встретит богатый олигарх и скажет, «Оля, я хочу, чтобы ты жила со мной, я дам тебе всё, но ты не будешь работать». Это пойдёт вразрез с моим ценностям. Я ему скажу, «Чувак, всё классно, может быть, ты мне даже понравишься, я дам тебе такой шанс, но моя базовая ценность – это самореализация». То есть для меня это суперважно. То есть я без этого, я без денег твоих смогу, а без самореализации, без выражения, без соединения с миром, проявления своих талантов, я не смогу. Я задушу тебя, скорее всего, ночью подушкой, честно тебе говорю. И ещё, например, одна моя ценность – честность. Честность в отношениях. Не врать в отношениях. Вот это моя новая ценность, я вам скажу, потому что я только приобрела. Не врать – это не значит не говорить. Это значит, что если я чувствую, что мне плохо, не пытаться себя убедить в том, что мне хорошо. Понимаете? Мы вот к этим всем банальным словам так относимся. «Ой, честность, соврал». И усумляю. «Честность» – это такое понятие очень относительное. Иногда вот этой честностью мы человека можем убить. Ну просто убить, сказав ему что-то такое неприятное. И потом сказать, ну я же честный – это тупость порой. Но честность по отношению к себе в контексте своего внутреннего состояния, когда я понимаю, что мне плохо, но я себя начинаю заставлять, вот это, например, убийственная штука. Так вот, внутренние опоры – это знание своих ценностей, своих сильных сторон. То есть я понимаю, в чём я реально хорош. Когда вы это знаете, вы всегда можете на это опираться в те моменты, когда, например, у вас проблемы с работой, или там вы, вот как у нас это произошло, да, мы меняем свою страну, там. Меняется наша жизнь, когда я знаю, какие у меня есть сильные стороны, это мой товар, это то, что я могу затем превратить в деньги. А деньги – это элемент обмена, да, наших талантов и навыков с миром реальным. Чтобы я мог поесть там, чтобы я мог что-то сделать, я должен это обменять на свои навыки через деньги. Вот, поэтому ещё раз, внутренние опоры – это ваши ценности, когда вы понимаете, что для вас ценно, важно, от чего вы не откажетесь. Это знание своих сильных сторон, своих навыков, умений, жизненного опыта. Вот это ваши опоры. И когда они у вас есть, и вы о них знаете, вы можете справиться с чем угодно. Когда я понимаю, что, какие опоры у меня есть, я понимаю, что благодаря этому я могу найти себе новое место, найти себе новую работу, найти себе новое отношение, да, заработать денег так или иначе. Я же не бездарь. Когда я встречаюсь с человеком, который мне пишет и говорит, я не знаю, как мне зарабатывать деньги, я не знаю, как мне остаться без мужа, я не знаю, я вообще задаю вопрос, как ты вообще вышла замуж, как вообще ты живёшь, как ты вообще смогла существовать. Если ты взрослый человек, и ты ни черта о себе не знаешь. Ни кто ты, ни чего ты хочешь, ни что тебе нравится, ни что ты умеешь. Мы же этот опыт приобретаем взрослея. Мы знакомимся с собой. Чего я хочу, какие у меня желания, что у меня получается, что у меня не получается. Понимаете? Когда вы это пропускаете, и у вас нет этих опор, что вы пытаетесь построить? Возвращаемся снова к этому чуваку, о котором я говорила вначале, с тренингом я хочу быть содержанкой. Подсоси ему член, сказал он. Он так это сказал, как будто поддуй шарик, который сдулся. Но это немножко не та жизнь, да, это не про мои ценности. Это понятно вам? То есть вы должны понимать, вы будете знать, что вы справитесь и проживете все, что угодно. Вы будете легко проживать кризисные моменты, когда вы понимаете, например, что завтра не будет света, послезавтра воды. Может быть, вы будете жить в другой стране. Может быть, короче, вот сейчас мы живем в таком мире, когда может быть вообще все, что угодно. Даже уже ничего не планируешь совершенно. Но при этом я твердо знаю, что мои ценности, мои знания, мои навыки и умения остаются со мной. Это единственное, что я могу удержать. Ни свое кресло, ни свой дом, ничего этого. Вот это и есть моей опорой. Я понимаю, что я могу оказаться где угодно, без света, без воды, без связи и без интернета. Но ценности, навыки, понимание, кто я, что я умею, мой работающий мозг – это и есть мой главный багаж. Почему сегодня трендом является обучение и саморазвитие? Потому что это помогает вам не сойти с ума в любой ситуации. Потому что это и есть ваша опора, когда вы можете быстро привести себя в порядок, собрать себя в кучу и сказать себе, «Так, нам сейчас нужно выработать план. Что мы будем делать, если произойдет вот так?» Я, например, сейчас уже твердо знаю, что что бы ни происходило, я могу ориентироваться в моменте. В моменте. Вот мне говорят, «Ты планируешь, что будет, если будет локдаун?» Я не планирую, что будет локдаун. Я знаю, что если будет локдаун, и начнется, например, полная эвакуация и пиздец, я седу на машину и поеду. Когда я приеду, я уже решу все остальные вопросы. Куда я еду? Что я буду делать? Как я буду зарабатывать? Где я буду жить? Пока я не решаю эту проблему. Пока у меня проблема сегодняшняя была, будет ли у меня нормальный интернет, чтобы провести эфир. Мои внутренние опоры дают мне возможность не сходить с ума. Я хочу, чтобы вы это понимали. Ещё раз, внутренние опоры — это ценности, знания ваших сильных сторон, вашего опыта, ваших навыков, с помощью которых вы можете справиться с чем угодно в этой жизни, по крайней мере, в своей. Если это понятно, давайте-ка сердечки, чтобы я видела какое-то у нас общение. Так, хорошо. Теперь, возвращаясь, как же прожить свою яркую жизнь? Для того, чтобы мы могли прожить свою яркую жизнь, нам необходимо научиться управлять собой. Что такое управлять собой? Мы так часто слышим эту формулировку «управлять собой». Управлять собой — это значит, прежде всего, уметь управлять своим вниманием, на чём фокусируюсь, то и растёт, своими мыслями, да, о чём я думаю, на что я настраиваюсь, чего я желаю, что живёт в моей голове и как результат своими действиями. Вот и всё. Вот и всё. Если вы умеете управлять своим вниманием, фокусироваться, не расфокусироваться чёрти на чём, да, а фокусироваться мне сейчас, несмотря ни на что, нужно продолжать расти, развиваться. Я хочу узнать свой потенциал, я хочу зарабатывать деньги, я по-прежнему хочу жить, несмотря на всё происходящее, и не хочу ждать своими мыслями. О чём я думаю каждый день? Сколько времени я уделяю своему росту? Сколько времени я уделяю своему развитию? Что я делаю? Как я провожу это воскресенье? Я прокрастинирую, листаю ленту и щёлкаю пультом, или я для себя что-то беру? Я для себя ставлю планы, цели, задачи? Я хочу продвигаться? Я нахожу себе наставников? Я прохожу что-то? Я в чём-то обучаюсь? В чём, например, фокус курсов? В том, что ты концентрируешься. В том, что когда ты проходишь марафон, ты ежедневно концентрируешь свои мысли на определённых действиях и задачах, которые при такой концентрации работы в любом случае приведут вас к чему-то новому. До тех пор, пока вы новое не начали делать, ничего нового не произойдёт. Можете сидеть, деградировать, ждать, пока закончится война. Но когда закончится война, вы начнёте ждать ещё что-то другое. Надо также понимать, например, что когда закончится война, это не означает, что вы войдёте в свою прежнюю жизнь. Нет. Нет. Вы будете входить в какую-то дальше новую жизнь, потому что реальность начнёт меняться. Она начнёт не возвращаться, она начнёт меняться дальше. Она будет не такой, как была в войну, не такой, как была до войны. Она будет ещё какой-то. Понимаете? Это тоже нужно понимать. Что же делать? Да, давайте теперь подведём какие-то определённые итоги. Первое. Нужно понимать и знать, чего вы, собственно, хотите. Вот сейчас. Так, как вы можете это планировать. Чего вы сейчас хотите? Вот вы же сейчас живёте. Чего вы сейчас хотите? Вот ваши ближайшие какие-то планы, видения. Чего вы хотите? Куда вы идёте? В какую сторону? Вы вышли из дома. Куда вы идёте? Дальше. Нужно понимать хотя бы какой-то краткосрочный план. Как этого достичь? Я этого хочу. Как я могу этого достичь? Например, пусть это банально, я хочу продолжать развиваться, я хочу реализовывать свой потенциал, я хочу найти дело в своей жизни, я хочу сделать свой бизнес успешным, даже в это время. Как этого достичь? Всегда должен быть план развития, всегда должна понимать гипотезы, да, это называется гипотезы. Детская позиция, я не знаю, я не знаю, вот я иногда с людьми разговариваю, человек говорит, я не знаю, понятия не имею, это детская позиция. Детская позиция, взрослая это все время гипотеза, гипотеза это предположение, это варианты, может быть так, 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 и тогда мы тестируем эти гипотезы. То есть, например, у меня есть варианты, что можно было бы сделать так, так и так, и я начинаю их тестировать и смотреть, а что сработает. Это как, я не знаю, там, например, вы сделали 5 разных рецептов сырников, и вы ищете, какие из них будут там тянуться, например. Вот вы их готовите, гипотеза это значит, что вы тестируете разные варианты. Детская позиция, я не знаю, я не знаю, я боюсь испортить муку и творог, да, и яйца дорогие. Нет, взрослая позиция это тестировать. У меня есть предположение, что можно сделать вот так, можно с сахаром, можно без сахара, можно творог помять, можно через сито растереть, можно не растирать. Так, это гипотезы, это очень-очень важно. Кроме этого, очень важна вера. Вера в то, что у меня всё равно получится. Потому что, если у вас нет веры, у вас нет действия, когда я не верю, что это возможно, я даже не пытаюсь. Когда я верю, когда во мне живёт вера, что да, я смогу, я начинаю делать разные возможности. Почему всегда говорят, что если вы хотите достичь какой-то цели, вам необходимо её поставить. Потому что, когда я себе ставлю цель, ну вот, например, я провожу периодически следственные эксперименты. Вот, и там пару недель назад я провела следственный эксперимент, я захотела ноутбук. Он там стоит 50 с чем-то тысяч гривен. Новый Mac вышел, М2. Если же, я думаю, интересно, а я смогу на него заработать там в течение недели? Только как заработать? У меня жизнь достаточно дорогая, так заработать, чтобы моя основная жизнь не пострадала. То есть, не за счёт того, чтобы урезать себя в чём-то, а просто сверху заработать на это. Вот я привыкла зарабатывать какую-то сумму денег. Могу ли я заработать сейчас на 50 тысяч больше? Вот по такому принципу. И я поставила себе такую цель, типа вызов такой. А давай, а давай. Вот, и что вы думаете? Шесть дней сделала. Не было бы цели, не было бы мака. Это такая интересная история. Вот я работаю всегда по этому принципу. В принципе, со своими учениками точно так же. Люблю дерзнуть, да, дерзнуть. Мне так очень нравится. Кстати, я сейчас, это тоже интересный опыт, я сейчас отбираю в личный коучинг людей. Там у нас такое многоступенчатое. Я заполняю танкету, потом я рассказываю про программу, потом мы обсуждаем условия, и потом идёт собеседование, и только после собеседования я уже решаю, пойдёт человек или нет. Способен он вообще это потянуть или нет. Потому что как только у человека включаются страхи, причём многие по деньгам способны потянуть, а по мозгам становится страшно. А в коучинг вообще идут в основном для того, чтобы решить какие-то проблемы. И если это люди бизнеса, они идут решать финансовые вопросы. То есть это вообще странно. Человек как минимум платит в 10 раз меньше, чем заработает. Но у многих есть страхи, это нормально. Так вот, часто в личную работу люди хотят прийти ко мне слабые. Смотрите, с какой мыслью. Вот человек приходит и говорит, я ничего не умею, я ничего в жизни не достиг, не сделал, но я вам заплачу, и должно произойти чудо. Вот я с такими людьми никогда не работаю. Должны запомнить вы очень простое правило, что ваши первые результаты вы должны достичь самостоятельно. Это ваш самый классный опыт, когда вы с нуля что-то сделали. Тогда вы понимаете все принципы. Это как алфавит. Вы выучили и начали читать сами. Я с вами могу потом учить скорочтение, я могу научить вас читать другими буквами на другом языке. Но алфавит вы должны выучить сами и научиться делать вот эти слоги. Это самое ценное. Если вы этого не научились, у вас нет главного навыка. Вы не умеете развиваться. Вы не умеете переходить из точки 1 в точку 2. Не умеете. А без этого навыка не бывает успешного человека. Успешный человек должен уметь самостоятельно двигаться. Успешному человеку нужен наставник для того, чтобы он обычно, он ищет когда наставника, он понимает, что он двигается, что он умеет, но он понимает, что он бы мог делать это быстрее и эффективнее. Но не делает, потому что у него есть много заморочек. И тогда он приходит и говорит, слушай, бро, я всё понимаю, я всё знаю, но мне нужен кто-то, перед кем у меня будет уважение, ответственность, и кто, возможно, мне со стороны подскажет мои ошибки. Потому что, естественно, мы все совершаем ошибки. Абсолютно все. Со стороны всегда виднее. Я недавно своему другу приводила тоже такой пример и говорила ему о том, что когда ты варишь борщ, и ты картошка в борще, ты видишь, что вокруг, вот ты в кастрюле, ты видишь только бурлящую воду, капусту, не знаю, мясо какое-то, которое вокруг тебя, да, ещё другую картошку. Но если ты выйдешь из кастрюли и будешь не картошкой, а человеком, который варит борщ, ты увидишь совсем другую картину. Ты увидишь кастрюлю, поварёшку, ты увидишь бульон, ты увидишь много того, что ты не можешь видеть изнутри. Так устроен этот принцип. Так вот, успешные люди прекрасно это понимают. А неуспешные люди по-прежнему ждут чудес. И вот если вы сидите в своей жизни и ждёте чудес, вчера одна девочка меня домогалась, она писала мне про курс, там на распродаже был курс тела за 690 гривен. Офигенный курс, в котором я работаю над мышлением, изменением мышления человека для того, чтобы он немного по-другому стал относиться к своему питанию, внешнему виду и помог себе измениться. 690 гривен. Она выносила просто мне мозг. За сколько я смогу похудеть? А сможет ли у меня убраться что-то над коленком? А сможет ли у меня убраться что-то над чем-то? Я ей говорю, у тебя сможет убраться самое главное, дурь из твоей головы. Потому что вопрос не в том, что над коленком. Вопрос в той херне, которая живёт в твоей голове, которая просто не даёт тебе жить нормально, потому что ты этим отравлена, потому что всё, что, как тебе кажется, портит твою жизнь, это жир над коленкой. Это же дурня полнейшая. И вот человек сидит, и я понимаю, что он столько времени тратит на вот эти все вопросы и истории. И есть сразу ответ, почему в её жизни точно ничего яркого не происходит. Научитесь ценить своё время. Научитесь покупать время других людей для того, чтобы двигаться быстрее. Вы же покупаете, например, билеты в поезд, в самолёт, или в варшрутку, или в метро, чтобы доехать быстрее. Так вот, обучение, например, каким-то навыкам, умениям по-разному, разного характера, это как раз и есть покупка билета для того, чтобы доехать быстрее, чтобы вас провезли по классному маршруту. Научитесь выделять главное. Я всегда меня поражала, когда занималась свадьбами, клиенты всегда больше всего денег тратили на еду. На еду. Ни на красоту, ни на фото, ни на видео. На еду. Вот на то, чтобы про пожрать. Вот сейчас я тоже наблюдаю, что, например, люди обожают тратить на жрачку, на бесконечное количество шмоток, которые никому не нужны, но они бесконечно покупают эти вещи себе, зачем-то забивают себе этим шкафы. Я не говорю, что это плохо. Но если вам приходится выбирать, и вы говорите, что у вас нет времени, что вы там не можете зарабатывать, что у вас нет времени на обучение, что у вас нет на это средств, посмотрите в свой шкаф и в свой холодильник. Посмотрите на свои бока и спросите себя, чем я это наела. Может быть, лучше было бы есть поменьше, а мозг бы свой больше развивать. Это я к тому, что мы говорим одно, а делаем совершенно другое. И если вы хотите проживать свою яркую жизнь, то спросите себя и честно постарайтесь себе ответить, а чего хочу конкретно я. Я чего хочу? Может, я хочу проживать вот такую жизнь, как она есть? Может, я хочу ныть и жаловаться? Может, я хочу выглядеть так, как я выгляжу? И перекладывать ответственность на кого-то другого. А если я хочу чего-то другого, то почему я этого не делаю? По-че-му? Вот это вопрос на подумать. На этой чудесной ноте я буду завершать этот эфир. Я вам хочу сказать классную новость. Заключается она в том, что у нас сегодня стартовали продажи пробной версии моего марафона «Рерайтер жизни». Моего самого лучшего, не знаю, бестселлер-марафона, как там правильно это в маркетинге говорят, скажу на человеческом языке. Марафона, который реально меняет и трансформирует людей. Мы запустили сейчас пробную версию. Пробная версия стала в два раза дольше, чем была раньше. Она стала в два раза дольше. Вы напишите там несколько глав вашей книги. Она уже такая полноценная. Если я не ошибаюсь, длится это всё неделю. И вы полноценно со всеми участниками пишите книгу о жизни своей мечты, знакомитесь с законами разума и вообще со всей системой. Это очень классно. Стоимость пробной версии сейчас, по-моему, 400 гривен. И если вам нравится марафон, вы сможете докупить и участвовать в нём уже в декабрьском потоке. Я вам очень рекомендую работать над собой. Очень рекомендую искать своего учителя, своего наставника. Расти с кем-то, постоянно стараться запрыгивать в поезд с кем-то и ехать быстрее. Потому что в противном случае вы будете всё время опираться на своих соседей по вагону и очень часто вам будет казаться, что жизнь такая и есть. Но это не так. Жизнь будет такой, какой вы её выберете. Это вы должны знать. Вы сами выбираете, как проживать эту жизнь. Вы выбираете то, что вам удобнее. Но задайте себе честный вопрос. Хотели бы вы прожить другую жизнь? Хотели бы вы быть успешным человеком? Человеком, у которого есть карьера или бизнес? У которого классные отношения? В семье или без? Как вам больше нравится? По-разному бывает. Человека, который не завязан постоянно на финансы, причём на какие-то минималочки для того, чтобы выжить. Человека, который может стать примером для своих детей, а может быть не только детей. Человеком, который может реализоваться, который может что-то принести в этот мир. Всё это не суперталанты. Всё это есть у каждого человека. Просто в зависимости от того, светите вы в эту сторону или нет, раскрываете вы это в себе или нет, слушаете ли вы мои эфиры, читаете ли вы мои книги. У меня, кстати, сегодня на YouTube-канале вышло тоже классное новое видео про энергию и денег, рекомендую вам посмотреть. От этого и зависит, что происходит дальше. Мы питаем своё тело, но забываем про то, что наш мозг также питается. И если мы его бесконечно питаем страхом, сомнениями, разговором ни о чём, о неудачах, о том, что надо подождать, такую жизнь мы и видим. Ждать уже некуда, уже некуда. Жизнь происходит здесь и сейчас. Никто из нас с вами не знает, сколько там это продлится. Нужно жить на максималочках. Это я вам и желаю. По ссылке у меня в профиле есть мой сайт Ольга Ермилова, там есть актуальные все продукты. В сторис также выкладываю. Я вас сейчас очень сильно попрошу, если вам понравился этот эфир, пожалуйста, не пожадничайте, сделайте для меня приятную вещь, сделайте репост у себя в сторис эфира, порекомендуйте посмотреть своим друзьям. И оставьте комментарий после того, как я его опубликую, сделайте сохранение. Мне очень важно, чтобы мои эфиры смотрело большее количество людей, потому что я считаю, что я даю ценную полезную информацию, тем более бесплатно. Вот прошу вас об этом и буду вам очень благодарна, если вы это сделаете. На этой ноте с вами прощаюсь, желаю всем классного вечера, пусть всё будет у нас прекрасно, поскорее мы пройдём этот этап и перейдём к новому яркому, по крайней мере, без ракет и убийств. Всем хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok